Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Субтитры создавал DimaTorzok В кузове B6 первая на российском ютубе обзор, поэтому терпите как хотите. Хочется сказать пару вещей. Эта машина последняя, которая имела право плеваться маслом на всех, кто любит экологию, на всех, так сказать, полупокеров и так далее. Далее, эта машина смеется над теми, кто сейчас выучил все китайские бренды в алфавитном порядке. Я зачем-то это сделал. В общем, хочется спросить, может ли она относиться в настоящий зал славы гонок старых машин. Или... У тебя неправильная машина. Это РС-4. Это для ралли. А это бизнес-класс. Надеюсь, по моему вступлению споры уже начались. Потому что да, действительно сложно отнести в зал славы скорости машину, которая тяжелая, которая по сути является семейным универсалом с нотками бизнеса. И да, сложно, сложно. Ну, возьмем, к примеру, BMW 3 серии, BMW 5 серии, Panamera, Mercedes, Shooting Brake. Это все, что сейчас, что 10, 15, 20 лет назад произведем меня ебан своим видом и скоростью. И таких проектов очень много, даже в СНГ. Они очень смешно дергаются при переключении. Непонятно, почему они не могут себе позволить кулак. Но факт остается фактом, что их просто нельзя недооценивать. Особенно нельзя недооценивать фанатов марки, которые при любом случае начнут доказывать превосходство вага, вспоминать ралли группы B, Audi Quattro, которая, естественно, побеждала, была самая быстрая, была Мишель Мутонна, вот это все-все-все. Обычно такие люди лежат в багажнике таких машин. Я не ел 17 лет. Но компания Audi всегда балансирует, балансирует в машинах, в мощности и, конечно же, балансирует между BMW и Mercedes, потому что, ну, первое, S2, это же была ответка BMW. Потом была RS2, голубого цвета, Porsche, вы могли все же сделать. Первым, конечно же, был Audi Sotka S4, та самая, которую делал Академик. Именно она, вот именно она, которую он собирал, это была самая первая машина на кривых документах, прям с завода. Так устроена жизнь, пацаны. Факт, соответственно, фактом, что тот мотор был запасом прочности и веселья, что его до сих пор ставят некоторые в свои проекты, потому что, сука, может. Может, падла, когда хочет. Но как они любили играться? То есть, вялые четверки? Окей. Быстрые четверки? Окей. Хотите быстрые V6? Окей. Хотите атмосферные V6? Окей. Хотите быстрые V8? Окей, суки, падлы. Во всем игрались. А самое главное, что они могли поставить, что правильно, дизель такой же вялый или такой же быстрый. 1.9 TDI, который любит вся Европа. И, конечно, кто? Белорусы наши. И вот после того, как Audi возродили, после всех ее финансовых кризисов, приколов и так далее, после того, как уже была выпущена Audi A4 и B5, все было помешано алюминий. И эту машину сделали максимально, так сказать, легкой, быстрой. Аж 17, сука, двигателей было представлено в гамме линейки А4. Но нас это не интересует, потому что у нас S4, а у нас тут что? Спорт. Правильно. Что? V8. 4,2 литра. 344 лошадиных силы было когда-то 400 с чем-то плюсом момента. И у нас абсолютно засяжена дорога, аж язык прикусил. Ёлка, брод. Когда-то это с завода ехало 5,9 секунд до сотни. С механикой было аж 5,8 секунд до сотни. Не особо-то шибко и лучше было. Правильно? Правильно. Потому что древний АКПП без всяких ДСГ, х***, роботов, всякой шляпой тут отсутствует. Просто родной ZF. А главное, большой объемник. Ты вот так вот развалился, сидишь комфортно. Кожа, рожа, карбониум. Запас мощности под педалью. И пошел. И пошел. Чувствуешь? Он как паровозик тянет. Как бы понятно, что мы на самом деле очень медленные уже по сравнению с Polo GTI. У нас еще просто стойки немножечко в полу. И мы тут чиркаемся. А еще человек говорит. Но это потому что лямбда там. Фак. Volkswagen. Das Auto. Такая погода нам только на руку. Потому что, ну, все-таки полный привод. 50-50, торс. Да, вот это все. Все, что любят все. Вспоминают былое. Но на самом деле полный привод, когда, если его заносит, вот если полный привод занесло, там уже не знаешь, что делать. Туда полетишь. Не туда, хуй. Познаешь. Вот. Но зато все по-честному. Действительно все по-честному. Но с расходом 15,3 литра сейчас у нас всего лишь. Только надо не забывать тот факт, что Audi старый, в принципе, никогда не умели рулиться. Правильно? Правильно. А это что означает? Что у нас тут старая машина. Так еще с V8, который полностью за передней оси, где-то там, в Татарстане. То есть это был ответ M. То есть M такая была. Да, я маломощная, но я круто рулюсь и я доеду до финиша. Правда? Правда. Audi. Я тоже доеду до финиша, только проеду через лес. Ну и зачем весь этот стресс? Переживать несовершенство в автомобиле и ехать через лес и пугать белок. Когда можно просто заварить чашечку, кофе и думать о великом и о том, как продать ауто. А поможет мне с этим тестик кофе, который уже продается во многих кофейнях. Но если вы его закажете домой, то сможете заварить любимый кофе без специального оборудования. Потому что одной из главных упаковок является дриппакет. Получится так же, как в любимой кофейнике. В прошлый раз кофе у меня был из Коста-Рики. Теперь пришло время Кении. А я напоминаю, что на каждой упаковке есть уникальный QR-код, по которому вы можете отследить весь путь кофе, профиль его обжарки и даже свое имя. Кофе существует в любом формате. Есть в зернах, есть молотые, есть дрипы, есть капсулы, есть банки. Есть даже концентрат, который просто нужно разбавить горячей водой. Если вы сделаете заказ до часу дня по Москве, то уже в этот день кофе специально для вас обжарят и передадут доставку. Доставка от 600 рублей бесплатная, а по промокоду АБСУРД15 вы получите скидку 15%. Поэтому переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Заказывайте вкусный, а главное свежий кофе. Итак, значит, я сказал, он сделан до всех жестких приколов с экологией. А значит, можно было найти более простые пути решения. Извините, ВАГ. Простые пути решения в поиске мощности. Правильно? Правильно. И не думать о том, как спасти пару пингвинов, которых убьет какой-нибудь браконьер Сергей. Иванов. Не знаю почему. У меня в сценарии был Джозеф. Это потом. Оно все посыпалось, объем стал уменьшаться, литры уменьшались, количество цилиндров тоже. Мощность падала, надежность тоже. Естественно, до того момента, как появились моторы Ген-3. Говорят, ты самый живущий ублюдок в этом городе. Получай мою GZ-ную пулю. На этом моменте приветствую Азо Сафио. Блин, так много написал, чтобы никто не говорил, почему так мало видео. И чтобы не быть голословным, посмотрите, как тут мало места. То есть, мотор сделан под самые сопли. То есть, чтобы поменять вам ремень-генератор, вам надо скинуть полморды. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Чтобы потом у вас вот эти все ваши торусы, это называется. Торусы, это на приоре диски. Нормально. Чтобы потом они все были скручены, чтобы потом пришел Максим Шилков и сказал, что у вас тачка скрученная. 20-летний. Сегодня тот самый случай. Но когда ты смотришь, ты такой думаешь, а где стойки? Где стаканы? Это же не Хонда моя. Нету? Там, все, мотор сдвинут. Она раньше не ехала в повороте. Тут вообще, наверное. Значит, этот мотор полностью алюминиевый. И сверху, и снизу. Вообще, тут алюминия много. И в рычагах. В капоте, как видно, нету. Но. В V8. 5 клапанов на цилиндр. Итого их 40. Вот так это выглядит. Пусть вас это не удивляет. Мазерати вообще в свое время предлагал 6. Выглядит как мини-ган Шварца. Разница со Шварцем будет только одна. Что он вышел красавчиком. И в фильме, и по жизни. А у тебя клапан загнет. Я сейчас умру. С этим капотом. Прям тут. А еще такой же мотор был в кузове РС-4 Б7. Ну как такой. Он по цифрам такой. Но крутился лучше. Мощность больше. Поршневая группа другая. В пусс другое. Все другое. Стоит дороже. И кстати. РС-4 была только в кузове Б7. Потому что в Б6 ее не было. Потому что по сути Б7 это рестайлинг Б6. Потому что тогда не меняли. Не давали такое слово. Поэтому меняли цифру. Б6, Б7. Вот. Поэтому не удивляйтесь. Но мотор этот ББК. Он как бы переквалифицировался. И потом усовершенствовали. И он превращался потом в БАР. Потом в ЦФСА. И конечно же вы не забыли БНС. Надеюсь суть нить. И общий посыл вы не потеряли. Вот. Лех. Я тебя сейчас как уеб... И кстати. Этот кузов Б7. Мой самый любимый кузов в Ауди. Да. Такое бывает. Потому что я на ней проходил. Во-первых. Мостоланта. А во-вторых. Там была такая версия ДТМ. Которая до сих пор иногда появляется в продаже. И отвлекается в моем сердечке. Маленькими, но уверенными сигналами. Алексей. Да. А минусы-то будут? В Москве минус 10. Ай, больно! Но один из главных минусов, который из тех этого двигателя. То, что в современном мире он не самый быстрый. Ну потому что его многие обставят из современных. Но даже если мы возьмем двигатель, который был на этом кузове. То 1.8 Turbo может дать ему под хвост. О-о-о-о-о. Божественный 1.8. Это что-то из поколения древних ликов. Господь, яви это еще один раз мне. Кто здесь? Кто здесь? О. Либо настоящий. Либо это были неподосиновики. Проверим. Бывает что? Масло? Ну, естественно, отовсюду. Ну, это классик. Но без этого никак. Это база. Бензонасос. Помпа. Форсунки. Антифриз может бежать. Потом просто греется мотор. Из-за этого нагревается проводка. Все это отрезкается. В общем, полный букет, набор, все, что может произойти. Поэтому зафиксируйте то, что это происходит с машиной, которая 20 лет. Не следить будет тоже все самое. Я записал. Ты нарисовал комнату и систик опять. Да. Но самое главное, что разбуди меня через 100 лет, и я скажу, что меняют ваги. Помпу и цепь. Ле, через 100 лет все будут ездить на электричках. Все равно будут менять цепь. Найдут какую поменять. Вагину вставят себе. Гомосей. Вагина. А у меня комната из вагин уже. И вот тут самое интересное, потому что эти цепи нужно менять периодически. Их 4 штуки. И знаете, где они находятся? Вам показать, где они находятся? С какой стороны? А вот здесь. Вот тут. Вот тут находится цепь. Мы, друзья, в полной жопе. Не как бы все привыкли спереди, да, чтобы тебе удобно было? Ну, ты хотя бы просто на этом автомобиле морду снял. Так, тут тебе надо снять мотор, коробка. А кто это мог придумать? Только глубоко больной человек. Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый. Правильно, сука. Это ты. Я знаю. Только такая больная тварь могла засунуть цепь вот сюда. Вот тут. А чтобы заказать новую цепь, вы можете отсканировать мой штрих-код. Угу. Но если вы хозяин какой-то ремонтной станции по вагам, вам это только в плюс. Может, своего кореша спросить. Плюс. Потому что чем больше эта штука будет на сервисе, тем больше он станет дороже. А вы станете беднее. Все правильно. А менять их периодически придется, потому что ты либо платишь за свою мощность, либо ты действительно должен, ну, ну, обслуживать. Ну надо. Ну, гремит, сука. Ну, а еще там есть, знаете, что? Направляющие, которые почему-то, сука, были сделаны из говеного ебаного пластика. Он, знаете, когда с металлом трется, он разваливается к собачью. Ну, оно. Ну, каким-то чудом, то ли умельцы, то ли само Ауди додумалось, что эти штучки надо делать все-таки из алюминия. А саму поверхность с прикосновением, ладно, можно сделать пластикой. Спасибо. Ебан. Чтобы вы понимали, это настолько большая проблема, что у этого пока нет, что у УРС-5, что у УСЕМ, что у всех машин, кто имел 4,2 литра, что я нашел сборку этого двигателя под АСМР. Понимаете, насколько люди поглощены в сборку этого двигателя? В этом и есть весь смысл. Владение старым премиумом. Мощным, старым премиумом. Ты либо мужчина честной судьбы, как он, и вписываешься в этот движ и не ссышь, либо плачешь в комментариях и учишь китайские бренды в алфавитном порядке. Пересматриваешь все обзоры и начинаешь говорить, в чем же отличие Баофенг, Шмелфенг и Каофенг. Все-таки классика немецкая в виде BMW или китаец? Блядь, Ирина, ебаная мать, что за пылесос? А теперь заострим внимание конкретно на нашем автомобиле. Раньше он был синий, теперь он зеленый. Предыдущий владелец поменял механику на автомат. Что мы можем про него сказать? Три буквы. Потому что механика всему голова. Я вам говорю, как владелец российского автомобиля под названием Нива ВАЗ-21-21-3. Раньше данный агрегат был Стэнс Каром. Лаудейли, привет. Мы видим, что здесь у нас наведен шевинг. Нету заднего дворника, потому что он имел свойство там же салка, спрыскалка. Водоотделение было завязано на дворнике. И когда оно прогнивало, все лилось в багажник, и все очень сильно расстраивались. Но у нас здесь универсал, а мы переходим к его главному богатству. Здесь можно накрыть нихуя поляну. С мужиками, конечно, охота не поедет, но если видишь, как выглядит какой-то гусь, всегда можно достать стабильное и пульнуть. Хорошо летел. Также на эти автомобили ставили вариатор под названием Multitronic. Но это была крайне сопливая вещь, потому что он был первый. Но, помимо всего этого, у него была очень прикольная реклама с Элвисом. Так что, мужики, не доверяйте бабам на вариаторах. Как вспомнят. Выходит. Красивое в платье. Кадык у нее. Коленки эти. Ой, блин. Ну, а самое главное, мужики, не доверяйте испанцам, потому что вы покупаете Ауди, а вам привозят «Сиатексео». Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Когда ты открыл глаза, посчитал сумму всего заказа снаряда, расплатился, ты имеешь полностью готовый автомобиль. Эту глыбу мощности, которая, несмотря на то, что старенькая, но она удаленькая. И, кстати, вот эта шутка про заказ снаряда, это не вымысел. На этой машине мотор третий. Все эти цепи, все тут уже ку-7, там все перебирается, что-то взаимозаменяемое, что-то нет. И вот хозяин купил ее с убитым мотором. Но, естественно, купила контракт с навесным. Откуда? Из республики Беларусь. Все правильно, потому что там кладезь этого автомобильного богатства и еще раз печка что-то ноги не греет. Ну ладно. А знаешь, что когда не греет? Когда фриз бежит. А он бежал сегодня. Вак. Ну знаешь, я вот сидя в тачке вспоминаю те прекрасные моменты, когда... Не самый прекрасный момент, когда у меня батя въехал, ну типа почти сплющил машину, сплющила фура и у него появилась А4. А была А8? А была... Не, была Хонда Серви. Вот ее сплющил вот так. Появилась А4. И я вот сижу и реально на меня навевает воспоминания из детства, когда мне батя говорил, я думал, что это А4, а это поход была А4. Но только А4 была же в обычном седании? Была. Вот. И мне батя говорил, что это на самом деле это тюнит. И я верю, что она стачка как форсажа. И очень быстро едет. И салон очень удобный. И прям я вот сижу, у меня прям детские воспоминания навевают. Но на самом деле, если за салоном не следить, то будет вот такая история. Я могу сравнить, что вот эти V8 старые, никуда не едущие. Ты подкупаешься не на скорость, ты подкупаешься вот на это. Никакой фальши, блядь, в колонках. Никакой вот этой гомосятины в виде выхлопа тоненького или там уходящего в другое место. Пингвины сдохли, птицы улетели. Я готов это делать, пока бензин не кончится, либо пока цепь не зазвенит. Ну, еще, конечно, был бич, что вот эта алюминиевая подрезка, она почему-то всех пугает, потому что, ну, типа, можно ее легко разбить, погнуть, сломать все сайленты и так далее. Но, как все говорят, эксперты, также твой владелец сервиса, Евгений. Евгений. Покупайте оригинал и не будет у вас проблем. А тут все любят какую-то китайскую шляпу поставить. И ты такой, о май гад, почему она проехала тысячу километров? Хотя иногда аналог даже лучше. Интересно, где его С8? Интересно. Где С8? Да почему она нахуй? Поэтому даже вот тут эта машина в балансе, и ты такой думаешь, так, я возьму ее, значит, чуть-чуть подшаманю и буду в кайфе. Или все-таки взять китайца, RS Алиэкспресс, но менять только расходники, пердеть свои полторашки, спорить в комментах, что это все нормально, и вот ты в балансе. Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет. Мы, конечно же, против. Поэтому, друзья, не тут говорить. Тачка однозначно из... со своими плюсами, минусами, как и любая другая старая машина. Спасибо, что это было, спасибо, что вы были с нами, а на этой ноте мы будем прощаться, потому что у меня промокли ноги минут 40 назад, я замерз. И он упал в сугроб. Я упал в сугроб. По нему стреляли. Подписывайтесь на канал. Обязательно. Поставь лайк. Обязательно. Это уже не шутка. Поставьте. Это серьезно. Я не... Поставь. Спасибо. Комментарий 17 тысяч слов. Ну, давай 18 тысяч слов. Мне кажется, ребята, осилили. 18 тысяч слов. И помните, друзья, шоу продолжается. Да. Старые премиум немцы все еще снимаются. А если не снимаются, то мы можем прям на площадке и все, и готово. Поехали. Братик, это аппаратик. Газ, палац, поехали. Брат, у нас... У нас ошибка охлаждения фриза. Ух ты ж, блядь. Я тебе говорю, печка остыла. АРС Алиэкспресс, я покупаю Джили Кул Рей. Чтобы вы понимали, у владельца есть более свежая А4, или А6. А4 у него дизельная. Расход 5 литров, все ему нравится. Но это машина выходного дня, которую он доводит до ума и просто кайфует. То есть, если кого-то смешают зазоры, он все поправит. Если кого-то смущает, что у нас печка отключилась, ну... Если что, он делает все сам руками. Сам. Но я бы взял все-таки 1.8, чтобы я прям бау, 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 бау. А я бы, знаешь, что взял? Ну. Мультиплу. На К-моторе. Да я не взял бы ты. На К-моторе. Где ты его возьмешь, чтобы... Мультиплу на К-моторе. Чтобы тебя потом в Redliners выложили бы. Да я не в рот возьму. Сто пудово. Так. Происходит демонтаж. Опа. Что-то удобно, так быстро. Да, на Б-7 так не сделаешь. Покупаем Б-6 получается. Чтобы снять пару на Б-7, тебе нужно снять бампер. Сначала.